Мы не понимаем, что сделал Рабаш. Не понимаем. Его методика, это его методика, так все время делали каббалисты, но то, как он выстроил именно в статьях, так последовательно, и каждый раз, конечно, нам бы хотелось, чтобы это было бы как-то дидактически 1, 2, 3, как в поваренной книге, возьми столько-то соли, столько-то разных ингредиентов и получишь, но это нехорошо, потому что так мы не могли бы связать все эти вещи вместе. Проблема, почему они пишут это таким образом, потому что мы в то время, когда мы читаем, мы внутри себя связываем различные килимы, соответственно, этому вызываем разнообразные света. И это происходит не, когда я беру там полстакана воды и полстакана муки там, или еще какие-то, где выполняю технические указания 1, 2, 3. А когда они пишут, они пишут это таким образом, что это в нас порождает килим, это в нас формирует какие-то вещи, вызывает свет, возвращающий к источнику. Если мы бы это делали, как в рецепте, мы бы не смогли пробудить свет, возвращающий к источнику, потому что у нас не было бы связи со светом. Когда он пишет таким образом, как статью, то там есть действия, которые связаны со светами. И это то, что он сделал. Поэтому то, что мы раскрываем в его статьях, это инструкция, инструктаж. Мы видим колоссальную разницу между ним и Балем Суламом. Балем Сулам был академичен. Он объясняет это с высоты, технически. Да, но все это техника святов, это духовная техника. Но все-таки это не то, что мы начинаем с этим делать что-то. Без статей Рабаша. У нас нет такого сокровища, даже близко к этому. И не в хасидизме, которое сделало очень много. Все ученики Большимтова сделали очень много, чтобы понять Арии. Как Балем Сулам пишет, что благодаря Кабале Арии и работе Большимтова мы уже находимся на пороге избавления. Но ты видишь, это только порог. Сегодня мы стараемся реализовать все эти тексты Балем Сулама и Рабаша.